Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. ЧП в Алтайском. В каком состоянии пострадавший от стрельбы школьника? Жители Бийска просят достроить городской парк. Какие предложения люди озвучивают властям? Вещи даром. Где в Барнауле проводят бесплатные ярмарки и для кого? Итак, сотрудники прокуратуры и следкома края проводят проверку после ранения восьмиклассника в одной школе Алтайского района. Один из учеников пришел в образовательное учреждение с пневматическим оружием. Сейчас на месте работает мой коллега Артем Гусельников. Ему слово. Стрельба у школы в селе Алтайское произошла здесь. Как говорит директор, один из учеников, стоя здесь с девочками, пытался показать им пистолет и случайно выстрелил. Пуля отрикошетила отсюда и попала в рядом стоящего школьника, ученика восьмого класса. После этого старшеклассник отвел его в медицинский кабинет и там уже врач вызвала скорую полицию. Ребенка госпитализировали. Сейчас жизни восьмиклассника ничего не угрожает. Его состояние врачи расценивают как удовлетворительное. Сотрудники полиции, а также прокуратуры и следкома края проводят проверки и выясняют все обстоятельства. Что грозит виновнику, пока неизвестно. Директорам школ края дано поручение оценить безопасность в образовательных учреждениях и отчитаться главам районов. Подробности происшествия мы расскажем завтра в вечернем выпуске. Корпоративы будут, правда, только для вакцинированных. В преддверии новогодних праздников губернатор края Виктор Томенко внес коррективы в антиковидный указ. Новогодние торжества на работе или, например, в театре смогут посещать вакцинированные граждане, а также переболевшие не больше полугода назад и те, кто сделал ПЦР-тест в течение двух последних дней. Неизменным остался лишь запрет на дискотеки, в том числе в ночных клубах. Мы фактически, давая сейчас возможность просто людям посидеть, речь не идет о танцах, там о чем-то, это мы говорили о дискотеках запрет. Давая людям возможность и перспективу в конце месяца посидеть коллективом, в котором они и так работают чаще всего, мы тоже даем стимул для вакцинации. Жители Бийска призывают городские власти совместными усилиями достроить парк за Ривьера и предлагают вынести в проект небольшие, но существенные изменения. Их главный аргумент – общественная территория создается для бийчан, а не для того, чтобы просто освоить десятки миллионов и сделать так, как получится. Инициативная группа неоднократно обращалась в администрацию, но в ответ получала банальные отписки. Активист микрорайона Виктор Кананчук встретился с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Больше часа они обсуждали дальнейшее благоустройство. Продолжит тему Евгений Плохотин. Завершить благоустройство долгожданного парка за Ривьерой, который второй год находится в стадии строительства, в Бийске во что бы то ни стало намерены в 2022-м. В администрации уже направили письмо в край с просьбой выделить деньги на проведение работ. Ответ еще не получен, но рассчитывают, что он будет положительным. В сентябре руководитель регионального парламента Александр Романенко обещал оказать содействие. Поэтому давайте мы все вместе проработаем, чтобы действительно очень хороший объект, очень большой объект, очень нужный сегодня городу Бийску. Конечно, ну были проблемы, но надо их поправлять, но действительно, чтобы объект в последующие годы был все-таки в полном объеме введен, это очень Бийску нужно. Люди были счастливы, когда пустырь попал в программу благоустройства в рамках национального проекта, который реализуется при поддержке «Единой России», рассказал руководитель инициативной группы Виктор Конончук на встрече с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Но позже настроение поменялось. Уже на этапе разработки и согласования проекта возникло непонимание между жителями и администрацией. Сложилось устойчивое мнение у граждан. Вот нежелание нашей администрации слышать и слушать граждан. Сейчас, пока еще не приступили к работам, есть время для диалога и есть возможность внести корректировки. Люди просят оправдать название микрорайона, сделать парк действительно зеленым. Бийчане хотят видеть больше деревьев. Проект неудачный. Сплошная жара будет здесь. Как люди будут отдыхать? Зелени не хватает. Ну, еще можно фонарей побольше. Потому что тут летом, вот так вот, и осенью, тоже много народу гуляет. Главное, вот здесь порядок бы навели. Зелени побольше. Вот хорошо. Дети гуляют. Мама молоденькая с ревестишечками. И мы бабушки и дедушки. От первоначального проекта, который разрабатывали активисты, в Бийской мэрии практически ничего не оставили. На бумаге даже вырубили десятки деревьев. Меньше зелени, меньше проблем с уходом. Видимо, так решили чиновники. А ведь можно смонтировать ей систему полива. К озеленению нужно отнестись очень от вес. Любые поверхности, которые будут зеленяться, они должны готовиться. Готовится, а потом уже черная земля. Потом уже соответствующее, в соответствии с разработанной схемой посадок высаживаться. Потом эти зеленые насаждения, нужно же ухаживать за ними. То есть система полива должна быть. То есть монтаж. Это довольно объемная работа. Предусмотрев систему полива, а все необходимые коммуникации наверняка имеются, и зелень не завянет. Да и коммунальщикам ухаживать за парком будет в разы проще. Жители города обсуждают, активно обсуждают строительство этого парка и делают разумные предложения. Хотят, чтобы власть услышала эти предложения. Поэтому считаю, что муниципалитету необходимо будет пересмотреть некоторые аспекты реализации этого проекта до того, как будет сформировано окончательное решение по объемам финансирования этого проекта. Парк за ривьерой должен быть завершен. Он часть национального проекта «Городская среда» и «Давняя мечта бейчан». Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Получи машину за работу. Сегодня победителям краевого конкурса в сфере сельского хозяйства вручили ключи от личных авто. Одной из награжденных стала Наталья Диденко из Славгорода. Для нее это машина первая. А права есть у вас? У меня будет экзамен седьмого числа. А, вы подготовили? Я не знала даже, я даже не рассчитывала. У меня родители всю жизнь на ферме проработали. Я выросла там. Торжество прошло в рамках празднования краевого дня сельского работника. Ежегодно для примирования сотрудников в регионе выделяют больше 26 миллионов рублей. А накануне Виктор Томенко вручил лучшим сотрудникам медали ордена и отметил, что благодаря их работе регион обеспечивает себя продукцией, а две трети выпускаемого объема уходит на экспорт. А следующего нашего героя уже награждали на федеральном уровне. Он отметил уже полувековой юбилей работе в полях. Бесимбай Кеникеев из Бурлинского района еще в детстве понял, кем хочет стать и верен своему делу. С ним познакомился Артем Гусельников. После четвертого класса Бесимбай Кеникеев ушел на работу. Продолжить образование, говорит мужчина, не дали обстоятельства. Больная мать, малолетний брат и брат-инвалид. Маленький Бесимбай понес ответственность за всех. И в свои 83 отчетливо помнит начало большого пути. В то время сенокос как раз издали, после того сенокос. А сено надо возить волокушами. В то время быка запрягали, пару быка. Я садился вверху, водит. Потом четыре женщины грузят на волокушку и на скридоку кучу. Там другие уже. После того, как сенокос кончился, он стал пастухом. Во время работы впервые увидел механизаторов, которые обкатывали тракторы. Так и проснулась любовь к земле. В 1958 году он прошел курсы механизатора. И 50 лет своей жизни посвятил работе в поле. Весь кабинер, комбайн был. СК-4. Мы допоздна работали. В то время интересно. Когда косили пшеницу, хорошо идет, 10-метровкой. А как в ночь, поздно-поздна. Отмотовило ветер, дует ногу. За годы работы Бесимбай Рахимович сменил несколько видов техники. СК-4, Нива, К-700. А за долгий и отверженный труд не единожды был награжден. Среди его наград орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, звание заслуженного механизатора страны. И это лишь малая часть. Несмотря на то, что он уже давно на пенсии, награды продолжают находить своего адресата. Сейчас механизатор номинирован на звание почетного гражданина Бурлинского района. И решение о присвоении должно быть принято уже в ближайшее время. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Жители сел, особенно отдаленных, теперь могут намного быстрее разрешить свою проблему отсутствия воды, дорог или освещения. Для проживающих в труднодоступных территориях проводят юридические консультации, причем бесплатные. Региональное управление юстиции совместно с Управлением Минист России по краю и Адвокатской палатой консультируют жителей на выезде. С начала года юристы собрали больше 500 обращений. Последние вопросы поступили в поселке Лесном Первомайского района. Они касались соцподдержки, строительства дорог, приватизации жилья, оформления земли. Юристы не оказывают бесплатную юридическую помощь в сфере уголовного права. Конечно, не во всех случаях адвокат может оказывать консультацию безвозмездно, но случаи такие установлены и в 324-м федеральном законе о бесплатной юридической помощи гражданам, и в 11-м законе ЗАЭС, это закон Алтайского края, о показании бесплатной юридической помощи. Перечень случаев законодателям четко установлен. Какие категории жителей могут получить бесплатную юрпомощь и по каким вопросам, можно узнать на сайте Управления юстиции, а также по горячему номеру ведомства. Больше сотни медицинских объектов отремонтируют и построят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Дополнительно к этому из краевого бюджета регулярно выделяются деньги на текущий ремонт медицинских объектов. Одним из объектов станет ФАП села Порошино в Кытмановском районе. Вопрос о нем пришел на прямую линию губернатора края Виктора Томенко. Фельдшерско-акушерский пункт, со слов жителей, остро нуждается в ремонте. Какие действия будут предприняты, расскажем в следующем материале. Тамара Дмитриевна работает в Порошино более 40 лет. Здесь она фельдшер и акушер в одном лице. И за годы практики какие только истории не случались. Например, когда спасала беременную женщину с токсикозом. В тот вечер, говорит, едва не умерли двое. У нее повышалось давление, начались судороги. Она, знаете, вот подпрыгивала на кушетке, изгибалась, вот все, судорожный синдром был у ней. То почернеет, то побелеет, то захрипит. Уступили, и она все как уснула. Я все виды выдавшая. Вот это не каждый вытерпит, вот это посмотреть, вот это такую патологию. Неравнодушный медик вызывает доверие у всех пациентов. Когда обратишься, сразу приходит на помощь. Всегда нас выручает в трудные моменты. Не боитесь за здоровье своего? Нет, я ей доверяю. Доверяют и коллеги из районной больницы. И надеются, что в свои семь с Тамарой Дмитриевной еще не скоро покинет пост. Главное, чтобы и медпункт остался цел. Грибок на стенах, потеки с крыши, а еще скверные окна. Они, цитата, вот-вот выпадут от малейшего ветра. Все это выдержки из письма жителей во время прямой линии к губернатору края. Нетрудно догадаться, что у Виктора Петровича возникли вопросы. У нас крыша протекала. У нас было до такой степени, что убежала с крыши и тазики ставили. Мы заменили. Это хоть шифер был бушный, это фермерские хозяйства помогли. Но мы закрыли, у нас нету. У нас грибок по стенам был. Все это убрали, все у нас сейчас, сами видите, стены чистые. Местные власти уже пытались самостоятельно решить проблему. Подавали документы на проект местной инициативы, но не прошли. Оплатить все работы бюджет сельсовета не в состоянии. Замена окон, замена кровли, крыши и дверного входа, то есть проема двери требуется. После прямой линии Виктор Томенко взял ремонт ФАПа на контроль. Он уже поручил выделить на это деньги из краевого бюджета. Валентина Аскирова, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Вопрос с возобновлением строительства ледовой арены на проспекте Сибирском пока не решился. Не смогли найти подрядчика, а на аукцион никто не заявился. Основная причина – подорожание стройматериалов. Доработанный и пересчитанный проект сейчас проходит экспертизу. Новый конкурс на определение подрядчика планируют провести в феврале. И бюджет работ составит уже почти 870 миллионов рублей, а не 705, как было ранее. Добавим, строительство ледовой арены началось еще в 2011-м, а в этом году объекты должны были сдать. К 300-летию в Барнауле планируют провести юношеские олимпийские игры. Министерство спорта края будет подавать заявку на прием престижных соревнований в 2030-м году. Об этом сегодня заявил руководитель ведомства Алексей Перфилев. Чтобы претендовать на проведение масштабных состязаний, нужно привести в порядок спортивную инфраструктуру краевой столицы. И эта работа уже началась. Слово Дмитрию Дроздову. Главные спортивные стройки краевой столицы. Это будущий объект, комплекс для игровых видов спорта. Первый этаж почти готов, а весь объект должны возвести к 2023 году. Ближе к этому времени решат вопрос с тренировками федерации. Ход работ сегодня проверяет министр. На самом деле только в 2021 году у нас миллиард 200 – это беспрецедентная сумма на инфраструктуру. Это и федеральные деньги, это и краевые деньги. Ну и вы видите результаты. Мы должны вкладываться. Работы масштабные. Училище Олимпийского резерва завершает реконструкцию столовой, утепление стен и обновление фасада. Планируем закончить также стадион, оформление стадиона, реконструкцию стадиона, поменять здесь легкопитические дорожки, ограждения, привести в такой нормальный цивилизованный вид. У зданий будет единый цветовой стиль – бело-синий. Такой же и у краевой школы Олимпийского резерва. Вы сами сегодня посмотрели, убедились в том, что работа выполнена очень большая. И до конца года вот этот объем, который мы планировали, будет реализован. По сумме это порядка около 17 миллионов рублей. Всего же в Алтайском крае сейчас строят или реконструируют 37 объектов. По информации ведомства, чтобы привести в порядок все необходимые спортивные сооружения региона, нужно около 10 миллиардов рублей. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Одежды, игрушки, даже предметы быта. В Барнауле каждый месяц проводят особенную ярмарку. Вот только продаж там нет, все бесплатно. Ее организуют специально для многодетных семей, которые часто очень сложно купить необходимые вещи. Кто эти люди готовы делиться и какую еще они оказывают помощь, расскажет София Яценко. На этих прилавках ценников нет. Все, что понравилось, берут бесплатно. Акция «Много деток хорошо» позволяет многодетным семьям обменяться одеждой, игрушками и другими вещами просто ради помощи. Кроме того, проект позволяет сохранять экологию, даря вещам вторую, а то и третью жизнь. Так как я мама-одиночка, допустим, и съемное жилье, мне очень удобно. То есть я могу обновить гардероб как себе, так и своим ребятишкам. Ну а вещи очень много остается хороших, ей жалко, соответственно, выбрасывать. Поэтому есть возможность привезти сюда, почему бы и нет. Девочки-волонтеры очень молодцы, всегда ответственные, всегда вежливые, доброжелатели, всегда помогут найти то, что нужно. Акция проходит раз в месяц. Участники отмечают, желающих обновить гардероб детям и помочь другим всегда много. Это вот уже окончание, и то, я думала, уже тут мало кто будет. Много людей, много пользуются спросом, много еще не могут приехать, потому что из деревень девочки довозят, передают, если что остается. За три года существования полезного проекта помощь оказали более 200 семьям со всего региона. В этом году его создатели решили выдвинуть свою кандидатуру на российский конкурс проектов «Мы вместе», где участвуют те, кто уже добился хороших результатов. Подали заявку и прошли в финал. Теперь ждут итогов, надеются на победу. Призы тройки победителей от одного до трех миллионов рублей. Выигрыш планируют потратить на расширение проекта. Мы хотели бы, чтобы такие проекты начали проводить наше представительство в других городах и районах Алтайского края. Мы поедем к ним. Мы им привезем какое-то оборудование, которое заложили вот в этот проект. Ну, например, те же вешала, те же корзины под одежду. Может быть, закупим стационарные боксы, куда люди смогут в торговых центрах опускать, например, пакеты со своими вещами. Победителей определят уже 5 декабря. Этот день волонтеры ждут с нетерпением и верят в свою победу. А еще в то, что с расширением географии проекта смогут помочь большему количеству многодетных семей. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Очередной выпуск завтра в это же время на телеканале «Толк». Напомню, телефон нашей редакции 205-545. Но через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...